Сегодня 26 мая, горох, прямой посев, предшественник ячмень, то есть общий фон поля, ветер немного мешает, ветер мешает записывать, поэтому я выбрал более оптимальный для записи ракурс, чтобы не мешал ветер. Сеялка Амити, дисковая, неплохая сеялка, именно для прямого посева, осенью, для осеннего сева, для почвы, когда почва более физически спелая. В целом, хорошо сеет, хорошо прорезает, кладет во влажную. В прошлом году, так как была весна ранняя и где-то до середины мая не было осадков, в целом сев шел этой сеялкой. Ну, отлично, почва была физически спелая и какие-то бобовые, да и все зерновые были посеяны, которые были посеяны. Они себя как бы вели достаточно прогнозируемо, потому что были ровные всходы, не было ничего такого, что как бы вызывало бы негатив. Но, если почва влажная, конечно, она может забиваться, она может грубо сеять, но в целом все сеялки этого типа, прямого посева, они от этого страдают. Вот, может быть, что-то есть более стабильное. Здесь получается участок где-то 600 гектар. Прямого посева, хозяйство находится в Солнцевском районе. Вот, ребята-агрономы, агрономы решили такой вот массив для себя оставить в виде эксперимента. Здесь уже была соя в 19-м году, в прошлом, в 20-м году здесь был ячмень. Не сильно отличался от минимальной технологии или безотвальной, наверное, лучше, точнее, так сказать. Точнее сказать, безотвальной. И сейчас уже, сейчас вот, получается, в этом году здесь посеян горох, а на следующий год планируется зимая пшеница. Пока, вот в рамках этого поля, в рамках этого эксперимента все получается, то есть, пока все под контролем. Как бы никакого негатива нет. А это, получается, третий год. Будут следующие года. И, в общем, картина будет вырисовываться более четкой. Конечно, Амити здесь сеяла более такую перевлажненную почву. И поэтому всходы, они так немножко на данный момент страшновато выглядят. Вот, есть где-то комочек, есть участки, где на самом деле все намного лучше, чем здесь. Ну, даже вот этот возьмем. Хотя вот там, где соломы побольше, там, конечно, погрубее. Почва не просыхала. Она обрисовалась. И были проблемы. Я не могу сказать, что это, как бы сказать, это ранний сев. Нет, это уже поздний сев. И погода не давала посеять физически спелую почву. Поэтому приходилось чем-то жертвовать. Это уже был последний сев гороха. Сейчас фазы здесь где-то 2-3 листа у гороха. Почва достаточно приятная. На ощупь рассыпается. Сейчас, конечно, она уже физически спелая. Будем наблюдать за развитием. Это рокет. Горок сорт рокет. В прошлом году в другом хозяйстве высевался. Высевался горох по прямому посеву. Результат был... Горох, я не могу сказать, что здорово выглядел в процессе роста и развития. Но в то же время дал урожай, такую среднюю урожайность. Где-то 31 центер. Относительно неплохо получилось. По гороху с того поля, где-то 100 гектар. Хотя вид был таким слабеньким. Но все же слабеньким он был больше. Из-за того, что из-за неравномерного распределения пожневных остатков. После озимой пшеницы. То есть это очень-очень важно. Здесь ячмень. Здесь пожневные остатки относительно равномерно распределены. Плюс комбайн имеет полово-разбрасыватели. Они более современные. Более, может быть, адаптированы к этой технологии. Это джандиры, СТСы, 670-е роторники. И в целом соломку они распределили более равномерно. Плюс ячмень. Плюс ячмень. Все же у ячменя соломы. Соломы не такая, как у яровой пшеницы. У озимой пшеницы. Плюс ячмень убирается на уровне озимой пшеницы. То есть есть время на перепревание. Плюс стенки у соломины. Они потоньше. Поэтому как бы здесь пожневные остатки. Они как бы не так бросаются в глаза. Хотя, конечно, перед посевом поле здесь было относительно равномерно. С равномерным распределением пожневных. Вот такая вот история о горохе. И об этом участке.